В 40 главе мы узнаем, что в этой тюрьме находились двое из бывших слуг фараона, бывших служителей фараона, на которых он рассердился. Один из них подавал фараону чашу. Другой был хлебодаром, подавал хлеб. Может быть, была какая-то пирушка, был праздник. Кончился праздник плохо, и фараон обвинил того, кто подавал вино, и того, кто подавал хлеб. Может быть. Но рассердился он на них так, что бросил их в тюрьму. В эту тюрьму Иосиф и попадает, и более того, получает власть над этими людьми. Четвертый стих. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражу несколько времени. Пятый стих. Однажды в Виночерпию и Хлебодару, царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон. Обоим в одну ночь. И пришел к ним Иосиф поутру, и увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых. Почему вы в смущении? От чего у вас сегодня печальные лица? Давайте задумаемся. Что делает нас способными служить другим людям? То, что у нас в жизни все всегда хорошо бывает? То, что у нас в жизни кругом счастье? Знаете, что я заметил? Если я болею, если я страдаю, особенно, если меня тошнит, если меня тошнит, мне трудно проявлять учтивость и доброту к другим людям. Не ожидайте от меня христианского поведения. Не ожидайте меня от меня особенно учтивого поведения. Не могу. Мне плохо. Меня тошнит. Мне противно. Мне паршиво. Уйдите от меня и не трогайте меня. Подумайте об Иосифе. Сколько было моментов, которые его печалили. Брать его ненавидят. Он потерял отца. Он потерял семью. Он потерял свободу. Он потерял расположение своего хозяина. Он потерял свободу дважды, на самом деле. Сначала его продали в рабство, потом заточили в тюрьму. А теперь он видит двух несчастных людей. И что он им говорит? Почему у вас печальные лица? Почему вы несчастны? Глупый вопрос. Не правда ли? Конечно, они несчастны, потому что им печально. Они же в тюрьме. Они в заключении. Раньше они жили во дворце, а теперь они в заключении. Так что вопрос можно было бы задать. Вопрос не в том, почему они печальны. А вопрос в том, Иосиф, а ты-то чему радуешься? Но он переживает за них. Есть люди, которые переживают только за себя. Которые думают только о себе. Эти люди негодны к служению. Они не могут служить Богу, потому что никогда не думают о Боге и не думают о других людях. Они думают только о себе. У нас с женой, с супругой были друзья, которые были в принципе такими порядочными людьми, симпатичными людьми, интересными людьми. Но была у них одна проблема. Они говорили только о самих себе. Они хотели говорить о себе. Они души не чали в том, чтобы поговорить о самих себе. Я понимаю, что это плотская реакция, это греховная реакция. Но иногда я просто засекал время по часам. Я думал, сколько они способны говорить, пока они переключатся на другую тему, кроме самих себя. Мы их не интересовали. Они ничего о нас не хотели слышать. Они не хотели говорить о наших детях. Они не хотели говорить о нашем прошлом. Они не хотели говорить о нашей работе. Они не хотели говорить о Боге. Они хотели говорить только о самих себе. Но я думал, ладно, пусть говорят. Я и так все время говорю. Я посижу, послушаю. Так что, если хотите в моем обществе говорить о себе, я буду сидеть и слушать. После этого я буду знать все, что вы знаете. Но вы не узнаете ничего того, что знаю я. Так что в прибытке останусь я. Хотите говорить о себе, говорите, ладно. Иосиф был не таким. Встретившись с этими людьми, он не стал говорить. Ребята, смотрите, как несправедливо, что я сюда попал. Меня обвинили в насилии. Но я же не насильник. Я праведник. Я отказался позволить женщине изнасиловать меня. А он им говорит. Почему вы печальны? Давайте об этом поговорим. Что вас печалит. Может быть, я принесу вашу жизнь хоть сколько-то радости. Может быть, я что-то могу для вас сделать. Видите, насколько необычный этот человек. Он ведь еще только подросток. Но он уже умеет служить. Он уже умеет протягивать руку помощи другим людям. Бывало ли с вами такое, что ваши собственные проблемы лежат на вас таким грузом, что вы уже не можете никому послужить? Да, у Иосифа были большие проблемы, серьезные проблемы. Иосиф потерял все. Что же он делает? Он протягивает руку помощи к другим. Он служит другим. Он замечает других. Он читает выражения их лица. Он видит выражения их лица, что не то. Его это серьезно, глубоко волнует. По-настоящему волнует. Он хочет об этом говорить. У него сердце пастора, сердце служителя, сердце помощника, попечителя. Поразительный герой по имени Иосиф. Неудивительно, что последние, заключительные главы книги «Бытье» посвящены ему. Его жизнь достойна того, чтобы мы ее изучали. Нам нужно это знать, нам нужно это усвоить, нам нужно этому подражать, потому что он похож на Христа. Он маленький предвестник, маленький прообраз Христа в самом начале Ветхого Завета, в самой первой книге Библии. Перед нами человек, который есть предвестник мужа скорбей, готовый при этом утешать в скорбях других людей. Лицо ваше печально. Давайте об этом поговорим. Может быть, вам нечего печалиться? Расскажите. Знаете что? Каждому из нас есть, что рассказать. Каждому из нас есть, что рассказать. О нашей жизни. О том, кто мы. О том, откуда мы. О том, куда мы идем. Знаете что? Эту историю стоит услышать. Эту историю стоит выслушать. Знакомясь, общаясь с другим человеком, не говорите только о себе. Я надеюсь, да, что вы о себе тоже расскажете. Я надеюсь, что это будет полезно. Наверное, это не самое важное. Наверное, это не самое главное. Лучше выслушайте их историю. Послушайте их. Прислушайтесь. Вот таким человеком был Иосиф. Иосифу есть, что рассказать. Ему еще как есть, что рассказать. История его печальна. Но ему есть, что рассказать. И все же он хочет выслушать их историю, потому что их лица печальны. Его это по-настоящему волнует. И вот в 7 стихе он говорит, почему у вас такие печальные лица? Он видит их сегодня. Он видит их каждый день, и он видит, что сегодня они особенно печальны. В 8 стихе. Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. Слушайте, что бы вы сделали на месте Иосифа? Он уже толковал в свое время сны. Ну и до чего дотолковался? До рабства египетского. А теперь он не только раб, но еще и заключенный в тюрьме. Значит, когда Иосиф увлекся толкованием снов, ничего хорошего из этого не получилось. Одни неприятности кругом. Так что на месте Иосифа и вам говорят, слушайте, мне тут сон приснился, истолкуй, пожалуйста. Вы скажете, слушайте, не, ребята, я пас. Я больше снов не истолковываю. Потому что от этого толкования снов кругом одни неприятности. Не буду я дважды наступать на одни и те же грабли. Что же, Иосиф так и сказал? Нет, конечно. Нет. Он говорит, знаете что? Не от Бога ли истолкование? От Бога истолкование. Что хорошего он испытал от того, что пытался быть праведным и почитать Бога? Он пытался истолковать сон, и этим послушался Бога. Он следовал закону Божию, нравственности Божией. Когда чужая жена пыталась увлечь его в постель, он почитал при этом Бога. К чему его это привело? К наказанию. К тюремному заключению. А теперь к нему подходят люди и говорят, а вот у нас сон. Он говорит, давайте всю честь, всю славу воздадим Богу. Бог знает смысл сновидений. И Бог дает истолкование. Расскажите мне. Поразительно. Поразительно. Что же это за человек такой? Где такие люди вообще находятся? Откуда такие мужчины и женщины берутся? Такими становятся и мужчины, и женщины, когда Бог с ними. А Бог с Иосифом. Они рассказывают ему сон. Во-первых, главный виночерпич. Он рассказывает свой сон. Это девятый стих. «Мне снилось. Вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. И я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф...» Он сразу же понял смысл этого сновидения. Сразу же. Моментально. Он слушает сон, и для него это как для нас слушать иностранный язык, который мы понимаем, а другие не понимают. Ему не нужен был словарь, ему не нужен был интернет, ему не нужна была молитва, ему ничего не нужно было. Он сразу знал. Моментально. Потому что Бог дал ему великий дар. Дар истолкования снов. Как есть люди, у которых дар истолкования языков, перевода других языков. Вот и говорит он толкование. Вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Ибо мне тоже есть что рассказать. Я украден из земли евреев, «А также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу, но все равно бросили». 16 стих. «Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, «Мне так же снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы небесные клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал ему, «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя». Жутко. Жутко. На третий день, день рождения фараона, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном веночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих и возвратил главного веночерпия на прежнее место и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный веночерпий об Иосифе, но забыл его. Предполагается, что Иосиф провел в тюрьме около двух лет. Вот вопрос. Сколько времени мы готовы ждать Бога? Сколько времени мы даем Богу, чтобы тот осуществил в нашей жизни свое дело? Один день? Одну неделю? Один год? Или всего два года? Что значит посвятить Богу свое сердце? Что значит посвятить Богу свою жизнь? Что значит отдать сердце Христу? Пожалуй, это значит доверяться Ему навеки. И сейчас, и в вечности. Кстати говоря, отчего же нам удивляться, если приходят к нам испытания? А что, у Авраама не было что ли испытаний? У Исаака разве не было испытаний? У Якова? У Иосифа? Разве не было испытаний у Моисея? У Давида? Разве не было испытаний у Господа нашего Иисуса Христа? Так чему же нам тогда удивляться? Что же нас так шокирует? Если Бог достоин их доверия, то Он достоин и нашего доверия. Ведь в Его руках последняя глава, потому что Он драматург, Он автор пьесы нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok